Почему за тигром не было погони? Пограничники объясняют так. Во-первых, у них нет спецсредств для этого. Во-вторых, это не их задача, а правоохранительных органов. Ну и на этом все объяснения. Память погибших сегодня почтили в столичном парке Славы. Была там власть сегодняшняя и вчерашняя. В первую очередь представители политических сил. Они приходили колоннами, просто одна за другой и с разной символикой. Какой видела Екатерина Лысенко? Парк Славы сегодня место встречи и ветеранов, и политиков. Возложить цветы к вечному огню пришли и представители власти, и оппозиции. Всех объединил День Победы. Правда, каждый пришел со своей символикой. С утра Парк Славы по периметру окружен милицией. На входе металлические рамки на территории и госохранной самообороны. Первыми почтить погибших приезжает власть в обрамлении трех президентов. Кравчука, Кучма и Ющенко. И у всех на груди не георгиевские ленточки, а красные маки. Это впервые. Говорят политики больше не о прошлом, а о настоящем. И не только нынешние руководители. У нас, к сожалению, сейчас каждый день сложный, потому что с нашей страной воюют, воюет путинский режим. Власть уехала, Парк Славы открыли для остальных желающих попасть к вечному огню. И тут понеслась. Не успевала одна колонна с цветами уйти, как подходила другая. Политические силы впритык шли друг за другом. В числе первых – коммунисты и лидеры левых сил. В 1945 году наш народ вместе с братскими народами Советского Союза победил фашизм. Только объединившись, можно победить врага. В очереди к огню партия регионов. Ждать пришлось минут 20. За это время регионалы прикалывали к Лацканам новый символ – полу-георгиевскую полуукраинскую ленточку. Для меня георгиевская ленточка или гвардейская лента, как ее принято называть, это символ победы, а не символ принадлежности к сепаратистам. С разными символами на груди приходили в парк не только политики, но и обыкновенные люди. Красный маг – европейский символ памяти погибших в годы войн. Впервые его надели те, кто не хочет примерять оранжево-черную ленту. Мы знаем, что такое гвардия была во время войны. Мы знаем, что такое гвардейская ленточка. В память о тех людях, которые защитили нашу страну. К сожалению, так получилось, что ее используют сепаратисты, и не хотелось бы их поддерживать. Хочется поздравить ветеранов. В этом году это след крови и след от пули. А георгиевскую ленточку в этом году, ну как-то слишком ее в этом году очернили. Тех, кто помнит войну и кто сегодня принимает поздравления, в парке немного. Но и они не так 45-й вспоминают, как о мире сегодня говорят. Пожелание всем мира и много-много детей. Армии надо пополнять. Хотелось бы, чтобы хотя бы внуки жили так действительно, чтобы живут в больной Украине. Разные символы, разные взгляды, разговоры о мире – искренние и лукавые подвоенные песни. Это праздник с единою на висках. Это праздник с единою на висках.